всем привет пока что жду пока все присоединятся и пытаюсь как-нибудь поставить баночку чтобы всем было понятно чем я продолжаю тут рисовать так нужно закончить зайку он уже видите тут на такой стадии полу готовый до особенно вот в этой части вот и сегодня будем обсуждать страхи для того чтобы это обсуждение было максимально плодотворным я попросила бы вас поделиться своими страхами как вот как мастеров росписи одежды именно вообще этих страхов может быть просто бесконечное количество то здесь будет многое зависеть от самого человека какие какое какое у него воспитание да что что вообще было связано с жизнью конкретного человека все имеет влияние я решила сейчас почему-то сделать класс чуть пошире вот так что делитесь и приступим к обсуждению и будем рушить эти страхи так начну я конечно же себя вот когда я только-только начинала ну как сказать только-только начинал когда я только-только начинала задумываться о том нужна ли мне группа вконтакте потому что инстаграм мы еще тогда никакого не было так вот те времена меня пугало то что у меня будет много заказов и не будет свободного времени вот не для чего не для того чтобы гулять не для того чтобы учиться и так далее это был мой первый страх скажите было ли у кого-нибудь такой же я пока делал второй слой снежинки чтобы она не была такой прозрачной видите мне повезло что меня обошел стороной страх непонимания до близкими потому что я такой человек который себя на уме меня непониманием не напугать но знаю что для многих это большая такая проблема и все ждут поддержки от близких так картинку я еще себе не открыла вот многие ждут поддержки от близких и переживают что они ее не получат что кажется что это занятие какой-то ерундой да когда нету результата мгновенного это может казаться даже самим себе также и ради этого создаются чаты чтобы вы видели что вы не одни вы всегда можете собрать свое окружение онлайн скажем так да и люди на которых вы подписаны они есть часть вашего окружения и в таком случае вы уже не чувствуете так такое такое одиночество вы чувствуете что у вас есть поддержка о которой вы можете попросить вот за который вы можете обратиться то есть все чаты все как сказать основательные до программы назовем так вот допустим у меня экспресс-курс интенсив по росписи джинсовок трафаретный марафон они все имеют чаты и в чате вы можете поделиться своими переживаниями получить поддержку если вы не учитесь у меня да вы можете просто написать директ и возможно да получить поддержку это тоже очень очень хорошо работает так я пока что тут чуть-чуть запуталась в зайчики в свое например у меня было ощущение такого одиночества и это достаточно но неприятно и мне очень повезло что я нашла поддержку там где не искал вот я сделала youtube канал и оказалось что у меня полно единомышленников и это конечно же бесценно и это можно найти где угодно не обязательно ну искать эту поддержку там где ее нету потому что это непонимание может быть связано с чем угодно другим так я жду ваших сообщений не стесняйтесь делитесь вашими мыслями и будем это все обсуждать ну и к тому же кстати если продолжать тему непонимание да очень очень хорошо вспомнить что у нас нет границ да мы работаем онлайн и можем общаться тоже онлайн и это бесценно и только поэтому как бы ну не стоит даже переживать по этому поводу для того чтобы получать поддержку не обязательно находиться в одном городе вот я к чему и в одном доме это мне не знаю мой страх касаемо того что у меня будет слишком много заказов и я не смогу спокойно жить больше был это конечно полной глупостью потому что на первых порах не так сильно ты кому-то и нужен да тебе нужно еще доказать что ты достоин внимания скажем так привет привет вот тебе нужно еще доказать что ты ну то что ты квалифицированный до мастер и что тебе можно доверять и поэтому на первых порах это было абсолютно глупым страхом вот мне казалось что все знают кто я и обязательно я утону в заказах когда я начала принимать заказы оказал что это все работает не совсем так вот и что нужно еще постараться выстроить вообще в целом свои соцсети вот и проработать свою как это коммуникацию тоже для того чтобы суметь договориться так у меня страх что не найду клиентов инсту виду уже три месяца готова принимать заказы даже заказала angels столько денег угрохала в краске а так и заказов нет в авито писали пару раз но здесь важно посмотреть на портфолио да нужно посмотреть на это все со всех сторон и со стороны с позиции человека который никогда не видел вашу страницу и поискать слабые места то есть например я ну я я имею ввиду не я просто рандомный человек да просто рандомный человек открывает страницу и что он видит я например стараюсь анализировать так и свою страницу когда так не когда а тогда выясняется что очень много непонятного то есть нам кажется понятным а людям со стороны которые просто зашли первый раз в жизни им не понятно что происходит вот и поэтому здесь с этой позиции тоже можно оценивать свои соцсети и свои тоже авито там и все остальное и не всегда не всегда дорогие материалы сразу должны довести к результату вот конечно это может быть обидно но нужно делать из этого выводы проводить анализ и делать работу над ошибками чтобы было понятно в какую сторону двигаться в чем причина и смотреть не только со стороны росписи да а уже комплексно то есть со всех сторон потому что кроме ой кроме росписи для того чтобы продавать свои работы нужно владеть и другими навыками то есть там какие-то базовые представления о маркетинге например вот они будут все очень и очень важны и очень нужны так у меня зеленый цвет не тот который я хотела сейчас секунду я его найду вот 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 нашла так а это зеленый я пока уберу краски вообще не самые удобные в работе конечно же и их и смешивать их как-то некомфортно и все такое и палитры то у меня чистый нет ладно постараюсь на грязный замешать вот то есть в работе в любой работе да нужно подходить не только с одной стороны а с разных сторон и максимально максимально охватывать да то что то что нужно для того чтобы результат был совершенно другим то есть какие-то действия значит потому что одни и те же действия да не дают разный результат и значит нужно что-то в своей стратегии поменять и в этом нет ничего такого страшного да и странного что такое происходит вот просто просто главное не отчаиваться и не уступать свое место кому-то другому так миха здорова сейчас стала бояться перепутать вещи заказчиков хоть и все подписываю все равно потом сто раз проверяю ну это нормально я не думаю что это поведение какое-то странное вот конечно всегда лучше чтобы паранойи было поменьше и чтобы все было поспокойнее вот но в целом я даже не сомневаюсь что ты ничего не перепутаешь потому что ты достаточно ответственно к всему относишься иногда даже чересчур ответственно ну конечно заказчики заказчикам это только радость так некоторые например переживает что не получит ну не умеет рисовать да что-нибудь там а вдруг у меня попросят написать портрет в гиперреализме а я не смогу так и вы не обязаны принимать все заказы которые к вам приходят рисуйте только то что вы умеете тоже не такая да и проблема вот или в целом то что уровень рисования из головы не так хорош поработайте на заказ пока вы не выработаете свой собственный взгляд вот старайтесь добавлять свои детали развиваться и результат не заставит себя ждать потому что с практикой приходит все раньше боялась что чего-то не смогу сейчас беру и не думаю ну я в тебе даже не сомневаюсь бывает 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 именно что есть страх того что ты не не осилишь и как ну и начинается вот это гадание что я какие материалы возьму а вдруг это смоется и все такое вот сейчас я вам напоминаю что тема эфира у нас про страхи и вы можете рассказать про свои собственные страхи чтобы мы говорили не о каких-то абстрактных да страх это о которых от которых страдает практически каждый да но и о конкретных каких-то именно ваших потому что вдруг это найдет отголосок еще в ком-то и будет здорово с этим разобраться вот вот я часто вижу сообщения такие в телеграме и не только что берут заказ и не и не знают как работать с материалом да которые которые взяли на заказ и это кажется таким странным что ну зачем надо надо было брать надо же чувствовать себя уверенно чтобы потом чтобы потом никто не смог тебя ни в чем обвинить что ты делаешь работу некачественно и в таком случае мне хочется лишний раз сказать что если вы работаете на заказ вы всегда в праве выбирать себе заказы потому что вы не обязаны хвататься за все вот вы в праве выбирать все что вам нравится все что вам комфортно и наслаждаться своей работой например я никогда не брала заказы на портреты или там на какие-нибудь слишком реалистичные пейзажи там я не знаю еще что ну мне потому что скучно рисовать знаете слишком много деталей там в этом в пейзажах например и я поэтому такая я не беру такие заказы так это не контуры это набросок ручкой с термоисчезающими чернилами единственная моя любимая помощница самая прям любимая не смогу от нее отказаться никогда так и вообще во многом во многом во многом решение всех проблем да вопрос именно страха это просто попробовать перебороть да и дать себе время и дать себе практики и тогда все все идет гораздо лучше чем вы думали вот можно мне очень понравилась практика с отложенным сообщением когда вы пишете себе на почту сообщения сами себе и ставите отложенный старт и указываете допустим через два месяца и пишите как раз о том как вы представляете как в хорошем ключе должна произойти ваша какая то вот ситуация например вы боитесь там боитесь просто объявить о том что вы берете заказ например как я из-за того что боитесь большого потока клиентов и пишите себе письмо что типа оказался не так страшно ты такая молодец я в тебя верю вот и когда вам это сообщение через два месяца придет вы будете очень приятно тронуты и успеете забыть даже о содержании этого сообщения это фирма гамма и это единственная фирма которую я беру потому что я не заказываю такие ручки онлайн я покупаю в леонардо когда мимо прохожу не могу удержаться есть момент когда долго без заказа сидишь а потом рад любому и тому над которым есть сомнения берут над которыми есть сомнения берут потом паникуют насколько насколько наблюдаю все получается да это конечно да но но все равно иногда это может быть прям скачок в плане того что это выход из зоны комфорта да и на самом деле ты это можешь но бывает такое что это это просто не то что надо было принимать вот и тогда и меньше стресса и меньше всего такого например человек никогда в жизни не рисовал портреты и абсолютно не знает анатомию здесь уже как не крутись да там нужно нарисовать прям портрет я не знаю прям в супер реализме каком-нибудь и здесь уже как ты не крутись как ты не старайся у тебя могут быть серьезные ошибки только из-за того что ты не знаешь как именно должны должны строиться определенные части твоей и твоего рисунка или например роспись там не знаю силиконового чехла имея у себя в арсенале только краски для ткани да ну ладно смотря какие краски еще может и повезти да тут насколько готов выйти из зоны комфорта согласна согласна конечно бывало такое что я брала заказы и ради них я училась что-то делать конкретное да для того чтобы их хорошо выполнить то есть например что-то рисовать ну как по мне конечно в идеале чтобы ничего не было в ущерб себе это конечно главное но на первых порах бывает сложно сложно удержаться и тебе приходится идти в ущерб себе так заказы должны цеплять цеплять в плане чего Спасибо. Ну да, для себя они должны быть интересными, конечно, обязательно. Конечно. И тут бывает такое, что, допустим, сама тематика слишком чуждая такая прям, и, ну, то есть не получится передать так, как передал бы тот, кому такая тематика интересна. Хотя, как знать, возможно, и можно постараться. Я думаю, здесь всё будет зависеть от конкретного мастера. Я вот из тех, допустим, кто отказывается от того, что не близко, скажем так. Так. Кто-то ещё боится не стать, не стать узнаваемым мастером, да? Да? Многие гонятся за собственным стилем. Скажите, есть ли у вас такое? Я уже много раз говорила на эту тему, что это не так важно, как вам может казаться именно эта погоня, конечно же. Привет-привет. Одна из главных, да, вот таких вот проблем, скажем так, такой вопрос, что всё всегда может прийти с практикой, во-первых, а во-вторых, в этой практике вы можете не заметить того, что вы уже пришли за своим стилем. Вот. И вы можете задавать вопросы кому-нибудь, да, о том, что так ли это или нет, и вам могут на это не ответить нормально, но при этом ваш собственный стиль у вас будет присутствовать всё равно. То есть вашу работу можно будет узнать, ведь ваш стиль может открыться не только в технике вашего рисования, да, но и в целом в подаче, то есть ваши фотографии могут обладать своим собственным стилем, и вас ни с кем не перепутают. Ваша цветовая гамма может быть какой-то своей собственной, вот, которая будет также узнаваться. И стиль — это не всегда про то, что вам стоит всё усложнять. Например, некоторые гонятся за тем, чтобы больше, больше усложнять свои работы, да, что рост должен укрыться там, где работа становится нереальной сложностью. Но чаще всего работает это всё в обратном направлении, вот, потому что далеко не каждый гонится за тем, чтобы найти себе футболку с адски сложной картинкой, потому что совсем уж сложные и реалистичные вещи можно напечатать уж на крае. Да, у Полины крутой стиль. Но как проблема, у меня не парит уже. Это замечательно, главное, чтобы, да, оно не сильно парило. Я думаю, что на каждой стадии, да, на которой находится мастер, у него всё равно сохраняются какие-то страхи, и полностью от них, скорее всего, не избавиться. Самое главное — знать, как с этим работать, что всегда вообще такой универсальный, да, совет по борьбе со страхами — это проведение анализа, да, нужно делать выводы, вот, знать свои сильные стороны и не забывать о них вообще никогда. И из этого уже будут совершенно другие шаги, не когда вы просто хватаетесь за голову и не знаете, что делать, а тогда будет всё гораздо более понятно, если вы будете это делать. Так, я тут пока что рисую свои цветочки на банке. Спасибо. Например, красиво подать свою работу можно без особых каких-то вложений, да. Например, многих тоже может пугать, что слишком дорого заниматься ручной росписью, вот, типа, что пока придёт первый заказ, придётся потратить много денег на материалы для того, чтобы нахвататься практики. Но ведь на самом деле можно хвататься практики уже на своих вещах, да, или на вещах своих близких, и не обязательно для этого открывать свой собственный интернет-магазин, да, где будут все размеры в наличии. Вот, и это вообще отличный вариант для того, чтобы прощупать, так сказать, насколько вам это важно и интересно. Также можно полностью отказаться от работы на заказ так, что вы подбираете вещь, да, и покупаете и держите у себя склад футболок просто дома. Поэтому, например, многие мастера от этого полностью отказываются и принимают только вещи заказчиков. И это тоже отличный подход, который может упростить вам представление вообще в целом о росписи. Вот, вам не обязательно покупать все палитры красок просто в мире для того, чтобы выбрать нужную. Вы можете посмотреть обзоры, да, вы можете пройти обучение, чтобы сделать эти выводы все. И уже будет тоже гораздо проще ориентироваться во всем этом многообразии материалов. Вообще, для того, чтобы начать, хватило бы даже одного бренда красок, да, может быть, двух или одного такого, знаете, более-менее универсального, чтобы подходило для разных материалов и разных техник. Например, я вначале рисовала только одними красками, и я рисовала очень долго, то есть, прям до не знаю какого года, ну, то есть, может быть, лет семь, там, восемь я рисовала только деколой. И даже, ну, и не, семь, наверное, семь лет, наверное, да, и даже такая не переживала, что можно было бы скупить все материалы или там еще что-нибудь такое, да, рисовать на каких-нибудь вещах, на которых, в которых у меня нет уверенности. Вот, я всегда выбирала тот вариант, где не нужно много тестов, и результат видим, в принципе, достаточно быстро. Да, хомякал, спит. К примеру, я делал, ну, я сейчас покупаю много материалов для того, чтобы показать их, а не для того, чтобы, для того, чтобы все повторяли со мной, да, что я покупаю кучу материалов, и так и нужно. Я показываю разные материалы, потому что люди пользуются разными материалами, живут в разных местах, не у всех есть возможность просто узнать что-нибудь о каких-нибудь красках, и поэтому я делюсь этой информацией, да, показываю, чтобы просто было наглядно видно, как ложатся основные цвета. Потому что иногда у нас есть, да, какой-нибудь какой-нибудь выбор, и когда тебе нужно его сделать, тебе не обязательно скупать просто все. Конечно, то, что с хорошими отзывами, тебе хочется попробовать, познакомиться и уже дать какие-то рекомендации. Так что вот, и поэтому здесь нету такого, что нужно обязательно потратить кучу-кучу денег для того, чтобы начать заниматься росписью или продолжить заниматься росписью. В этом нет никакой гонки, вы можете делать все абсолютно в своем удобном режиме. Роспись может всегда оставаться хобби, конечно, может быть, это не самое дешевое, да, допустим, хобби, но, извините меня, я вот тут пряжу покупала, натуральный шерсть, и могу сказать, что и вязание тоже не такое уж и дешевое хобби, как и про любое хобби, можно так сказать. Кстати, когда с тобой знакома не была, у меня было желание иметь много красок только потому, что их было много у тебя. Ну, у меня такой цели не было, вот, мне именно хотелось вообще изначально все вот это вот, все это обилие красок у меня взялось только из-за того, что у меня были проблемы с пебелом. Вот. И, может быть, нет, наверное, может быть, даже не из-за этого. В общем, как-то раз я выкрасила краски, что у меня есть, у меня еще были краски Енот, которые рекламировались как краски для ткани, у меня были краски Атуре, которые рекламировались как краски для ткани. Это спойлер, да, они не для ткани, ни одни, ни вторые. Это универсальный акрил, который может использоваться в том числе на ткани, да, но только если это не одежда. Вот. Я решила их выкрасить, чтобы сделать какие-то выводы о том, какими материалами лучше пользоваться, раз у меня их накопилось уже несколько, и я такая оказалась падкой на рекламу. И оказалось, что некоторые краски можно спокойно выкинуть, поскольку я пыталась их продать, их никто не купил. Вот. А некоторые краски меня очень впечатлили, и я решила взять их как бы на вооружение. Например, так я выяснила, что краски Ивана мне очень нравятся. А, кстати, именно ими я сейчас и рисую. Вот. На тот момент красок особо много не было в продаже вообще, в ассортименте. Я как сумасшедшая искала краски с эффектом замши, потому что я их увидела у Маши Захар. Может быть, кто-то в курсе, да, здесь кто это. Вот. И она выкладывала... Я не могла найти такие краски, а мне очень сильно хотелось их попробовать, что неужели они там вот действительно опухают. Вот. И я их искала просто как сумасшедшие в интернете. В каких-то там просто остатках партий, в таких цветах, в которых их больше не делают. То есть сейчас вы не найдете таких цветов, которые были у меня. То есть я покупала какое-то красное дерево. Фиолетовый, темный. Вот. И это было, конечно... Ну, то есть здесь был просто чистый интерес. Очень хотелось попробовать. Никогда такого не видела, не слышала, да. Конечно, хотелось. И вот. И потом оказалось, что краски Пебео не так хороши, как мне показалось изначально. И это заставило меня искать какие-то альтернативы. И я решила выложить обзор на канал. И понеслась. Вот. Такие дела. Рассказала вам всю историю. Целиком. Вот. И видите, получилось так, что моя вот эта инициатива сложилась тоже из страха. Страха, что у меня работа смоется. И то есть я ее постирал. Оказалось, что беда. И нужно было искать какой-то другой вариант. Мне хотелось найти что-то комфортное. Потому что уж не совру, да. Если скажу, что краски Пебео очень комфортные краски в работе. И они были бы идеальными, если бы они не смывались. Вот такие дела, да. Вот. На других поверхностях они могут ложиться гораздо лучше, чем на ткань. Именно поэтому они у меня до сих пор еще есть. Так. Так вот, что касается хорошей подачи своих работ. Да, если вы хотели бы начать работать на заказ, то здесь тоже не нужно покупать какое-то оборудование. Не тратить очень много денег на то, чтобы начать. Даже для рабочего места не нужно слишком много трат. Потому что можно начать просто с вашего письменного стола, который у вас и так возможно есть. Да, или там кухонного стола. Вот. Не нужно сразу же арендовывать мастерскую. Не нужно сразу же там, не знаю, что-нибудь еще такого делать, что очень затратное по силам и по деньгам. Если пока что у вас это не приносит такой прибыли. Не нужно сразу же, знаете, увольняться с работы для того, чтобы сменить ее на свою работу мастером, значит, по росписи одежды. Вот, все должно быть, как это, трезво и взвешено. И тогда это не будет таким страхом, если у вас есть какой-то вариант запасной, скажем так. Так. В этом плане мне достаточно повезло, что мне не нужно было выбирать. Вот. Я могла заниматься росписью в свободное время. И смогла его постепенно заполнить полностью в свое свободное время росписью одежды. Но было так, что я пыталась совмещать с учебой, потом с работой. То есть вообще даже при грамотном планировании своего времени можно уделять достаточно времени для того, чтобы успеть порисовать. Вот. И отточить свои навыки. Так, у меня тут, видите, как комфортно ложится краска. Мне прям самой нравится. Прям не могу. У меня достаточно толстая кисть при этом. То есть это не два нуля, а это единица. То есть между самой тонкой кистью, что у меня есть, и это еще два размера. Представляете, как хорошо получается. Часто встречаю страх, что близкие не поймут и не одобрят. Кто-то писал, что друзья высмеивали. Да, здесь важно выстроить другое окружение, вот, как это альтернативно, для того, чтобы не было так, что окружает только непонимание. Вот, и, например, телеграм-вотчаты, да, и окружение из единомышленников, когда ты на них просто подписываешься в инстаграме и следишь, это уже гораздо больше для того, чтобы не чувствовать себя одиноко в полном непонимании. То есть не обязательно все должны быть единомышленниками, да. Не обязательно нужно биться постоянно и доказывать, что это вы все не понимаете, а я вообще-то вот тут вот, вот что делаю. Вот, то есть это тоже, с этим не обязательно бороться, вот, но чтобы совсем не быть одинокими, у нас есть для этого интернет. Вот, и все мы ищем здесь поддержку себе. Вот, а так все, ну, у всех разные ситуации, у всех разные окружения и часто бывают совершенно неприятные истории, да, когда там сталкиваются с непониманием, сколько тиктокеров, да, критикуются просто каждый день. Своими знакомыми, типа, что-то фигней занимаешься какой-то. Это обычно все происходит ровно до тех пор, пока вы не приходите к каким-то видимым результатам, которые важны, допустим, этим людям. Например, пока вы не начнете зарабатывать деньги. Они такие, а в смысле ты деньги зарабатываешь на этом? И сразу, знаете, вся критика куда-то пропала. И, допустим, как с родителями, и сразу такое бывает, это наша гордость. Вот, ну, то есть это совершенно обычная такая история. Мне кажется, что, ну, что многие с таким сталкивались, и многие сейчас могли бы сказать, что да, действительно говорят, что занимаешься ерундой. Вот то, что касается рисуя на ногтях, здесь вопрос того, что нравится больше вам, конечно же, в первую очередь. А во вторую очередь, как бы, что приносит, какой результат? Ну, насколько целесообразно было бы менять одно на другое? Ну, да, а так можно, конечно же, всегда и сочетать, если нравятся оба направления. И я думаю, что кто-то так и делает. Особенно, когда это какая-то начальная стадия, да, когда вы только... Когда у вас еще не столько заказов, да, что вы готовы арендовать себе студию, там, да, эту мастерскую, вот. Или, там, работать по 12 часов в день, или, может быть, даже больше, вот. То на такой стадии, я думаю, можно и совмещать. Если нравится, сразу оба направления. В ногтях вредит здоровье. Я вообще, кстати, в ваших этих ногтях ничего не понимаю. Так. Кажется, я не дорисую прям в эфире работу. Может быть, я дорисую ее чуть-чуть за кадром. Потому что осталось-то тут, конечно, совсем чуть-чуть. То есть, у меня здесь узор, и после узора у меня контуры черные, и все. Я не знаю, стоит ли ради этого выходить в отдельный эфир. Вот. Тем более, что год сейчас заканчивается. И, конечно же, ну, все могут быть заняты, да. Но я могу, конечно, устроить еще эфирчик. Обучалась ли я росписи по ткани? Очень. Нет, я не обучалась. Я вообще не обучалась росписи по ткани. То есть, потом уже, спустя сумасшедшее количество лет, я решила, ну, пойти учиться онлайн. И, конечно, онлайн этого достаточно. То есть, здесь главное уцепиться за сами принципы. И всегда есть возможность задавать какие-то вопросы. Вот. И этим надо пользоваться, если вдруг что-то непонятно. Вот. А очно? Нет, я не училась нигде. И онлайн тоже. Ну, онлайн потом я училась уже. То есть, это я в 2020 году. Вот. Я прошла несколько обучений. В этом году тоже проходила несколько обучений. Но я их прохожу больше, знаете, для того, чтобы вдохновиться. Иногда приходят неожиданные ответы. Вообще, когда ты приходишь на обучение онлайн, да, ну, или не онлайн, не знаю, у тебя приходят ответы неожиданные. Вот. На неожиданные вопросы. Может быть, эти вопросы даже не задаёшь себе. Вот. И когда-то какая-нибудь умная мысль придёт совершенно неожиданно и ответит на то, что тебя, оказывается, мучило. Вот. То есть, ты сидишь и думаешь, мне кажется, какая-то дыра просто. Да. Ведь на неё утекают все мои силы. Я не понимаю, что мне делать. И слушаешь какие-то умные мысли по делу, да. И раз, тебя заставляет задуматься. Ну, в общем, я не знаю, как это ещё объяснить, но это прям... Только ради этого стоит идти учиться. Вот. Например, я так открыла для себя некоторые инструменты. Такая, знаете, не думала о них даже, а потом такая, а что это я о них не думала? Вот. Так, пролистаю дальше. Сам кайф именно выбрать вещь и рисунок нарисовать. Я кайфую. Это релакс. А с маникюром... А, а маникюром и так куча людей занимается. Ну да, да. Росписью, конечно, тоже куча людей занимается. Но всё равно... Но всё равно главное, чтобы самим нравилось. Это вот самое главное. Самое просто первое, на что нужно обратить внимание. Вот. Ну и опять же, всегда можно сочетать. Совмещать. Так. Сейчас я добавлю белых бликов. А я ещё жду, жду по-прежнему. Во-первых, ваши страхи. Во-вторых, я жду совета. Нужно ли мне ещё устраивать эфир в этом году. Или уже доделать эту работу. Тут будет немножко чёрных контуров. Или доделать мне эту работу за кадром. Уже. Так. Мне показалось, что у меня вот эта банка, которая белая есть, что она ко мне приехала перемороженная. Представляете? Мне показалось это спустя просто год, по-моему. Всегда за эфир. Спасибо. Так. Смотрите, насколько прозрачный белый. Как он ложится поверх цвета. Прям проваливается целиком. Вообще не каждый, не каждая краска может похвастаться этим. И это, конечно, иногда бывает очень-очень грустно. Когда так сильно проваливается белый цвет. Но для некоторых эффектов это может быть прям, как сказать, драгоценность. Очень-очень важным и очень полезным свойством. Когда нужно сделать как раз наоборот. Слишком светлые белые части, чтобы они провалились, были полупрозрачные. Например, фрактальные краски у меня провалились. И это получилось очень интересно. Как будто бы я не закрашивала цветную часть. В общем, надо это показать, мне кажется. Там, в общем, эффект такой, как будто бы нарисован скотч. Вот, и на скотче снежинки. И как будто это снежинки не белые, а на скотче прозрачные. И то есть виден полностью цвет коробки. Это прям обалденно. Вот, это произошло после закрепления. Это краски Ивана. Не знаю, будет ли видно, посмотрите. Видите, снежинки полностью провалились в цвет коробки. И то есть так можно делать какие-то определенные эффекты, когда нужно, чтобы вот этот цвет нижний полностью просветился, да, стал насквозь. И это, это может быть иногда полезно. Но когда ты хочешь добиться белого цвета, это, конечно, катастрофа. Там уже что ни делаешь, ты не добьешься белого цвета. Так. И вот у меня, видите, цветочки заканчиваются. На самом деле работа этими красками идет очень медленно, потому что, конечно, не для этой техники, да, не для такой сложности рисунков они подходят мне в большей степени. Вот. Такие рисунки я люблю рисовать деколой, люблю рисовать другими красками. Вот. Здесь как это, как настроение, какой материал. Вот. Но, конечно, очень жаль, что Пибио не подойдет. Они были бы просто сказочными вот в такой росписи. Можно было бы ее закончить просто за два эфира. А когда вот такие густые краски, которые проваливаются, непонятно, там ты рисовал, не рисовал. Вот. Это, конечно, все очень-очень затягивает процесс. Хорошо, что никуда спешить не нужно. И это работа такая, знаете, для отдыха. Для досуга просто. Так. Кстати, можете еще поделиться, как у вас дела с новогодним настроением. Все ли у вас долги уже закончены? Я вот сегодня думаю, что у меня последний, знаете, рабочий день такой. Вот. А потом будет, будет отдых. Вот. Вот. Как сказать? Именно, что не будет никаких нервов, переживаний по поводу того, что чего-то не успеваешь, потому что все уже будет закончено. Вот я закончила здесь цветочки. И у меня остаются черные линии. И все. И работа моя будет готова. Конечно, нет. Надо еще добавить снежинок. Вот. Но у нас уже заканчивается наш час. И поэтому я подожду, пока вы со мной попрощаетесь. Вот. И думаю, тогда еще до конца года я выйду второй раз в эфир. Да, второй. Уже будет не второй. Это будет четвертый раз, когда я выйду в эфир. И также дам вам возможность выбрать тему эфира. Обязательно поболтаем и закроем ваши все переживания. Особенно давайте выберем тему, чтобы она была такая у нас новогодняя, вдохновляющая. Я думаю, что мы можем поговорить с вами про цели, потому что будет очень здорово обсудить именно цели, поскольку у нас будет возможность поставить их на будущий год. И это будет интересно, да, и полезно. Вот. Я хочу напомнить, что у меня пока что открыты программы обучения, которые можно купить по ссылке в описании моего профиля. Вот. И они открыты в этом году, кроме новогодних материалов. Новогодние останутся до Рождества, а все остальное я закрою. Вот. И не открою больше. Потому что большинство, например, экспресс-курс, он не будет уже нового потока. По джинсовкам, скорее всего, тоже не будет нового потока. Вот. А там очень интересная информация, очень интересный материал. Там работа с маркерами на джинсовке, например, да, о том, как сделать, чтобы любые маркеры подошли вам вот к вашей краске. Да, не любые, а как... В общем, сделать так, чтобы маркеры подошли вам под краски, да, так, как вам это нужно. Вот так я бы даже сказала. Вот. К тому же, там куча переносов рисунка на джинсовку, да, 4 джинсовки с нуля. Просто от белой джинсовки к цветной, расписанной, а черной к такой вот черно-голубой, с росписью, на 360 градусов. Вот. Спасибо большое. Вот. Я очень рада, что вы со мной провели этот час. Вот. Ну, вчера, да, у нас было новогоднее настроение. Ну, надо, надо, как это, помогать себе, помогать и создавать себе атмосферу. Мне, например, очень нравится такая, знаете, немножко нервная вот это вот состояние, когда тебе нужно все успеть, и ты понимаешь, что год заканчивается, и это прям задает тоже настроение определенное новогоднее. Вот. И сразу все дела делаются гораздо лучше. Так что вот. Большое спасибо за то, что побыли со мной на эфире. Встретимся с вами думаю, завтра. Вот. Будем рисовать черные контуры и общаться по поводу целей. Постараюсь я даже подготовить заранее материал, чтобы вам было поинтереснее, да, и поболезнее. Так что до завтра. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok